Девушки отдыхают Лично у меня эти фильмы вызывают лишь приступы рвоты, и когда я о них вспоминаю, то кроме куска дерьма мне в голову больше ничего не лезет. И напоминаю, что это не топ, а просто список, ну а решать какая главная какашка в этом году лучше стоит вам. Ну короче, понеслась, ё-моё. Красная шапочка, режиссёр Кертвин Хардвик. После кассового успеха «Алиса в стране чудес» многие продюсеры спохватились и решили дальше снимать старые сказки в стимпанк-стиле. И когда я впервые увидел, что готовится красная шапочка, то я подумал, что это первая ласточка. Но как же я ошибался. Короче, суть такова. Возьмём книгу о красной шапке и возьмём сумерки. Складываем их и получаем красный капюшон 2011 года. Это совершенно невнятный, то ли детектив, то ли сопли в сахаре, короче, хер знает что. Но в любом случае от оригинальной сказки Шарля Пюро осталась лишь фраза «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» Если хотите узнать, как эта фраза оказалась в таком «как-бануаре», посмотрите эту красную шляпу. Хотя лучше вообще её не видеть. В общей картине эта херня про оборотней, священников, красавчиков в дровосеках, трэша, плоти, угара, садамии и прочего идиотизма. Единственное светлое пятно, так это Соломон в исполнении великолепного горе Олмана. Как его сюда занесло, непонятно. В итоге мы имеем продукт только для малолеток, уже прокачанных «Сумерками», а сам продукт имеет нас во всевозможные места. Для 29 баллов из стана «Метакритик» и 11 на «Роттон Томатос» это подтверждает. Служебный роман «Наше время» режиссёр Саррик Андреасян. Думаю, скоро в кинематографическом сленге перейдётся вводить такой термин, как «Отрясянили по полной». Не нужно иметь богатый склад ума, чтобы понять, что это ремейк старой доброй классики. А как мы знаем, что ремейки дело неблагодарное, тем более если переснимывают служебный роман. Да и поручают это дело такому кретину, как Саррику. А сам Саррик Андреасян знатный тролль. На все выкидыши в адрес его фильмов он выпыливает что-то вроде «Главное, чтобы денег побольше собрал» или «Да ничего вы не понимаете, я снял кино на века». Ммм, молодец, да. И трудно догадаться, что на выходе мы имеем невероятно бледную копию оригинала с отвратительным актёрским составом и просто нескачаемым потоком рекламы и всего из этого вытекающего. Если актёры из оригинала играли просто от души, давая себе волю, то в этом случае нынешние актёры пытаются сыграть просто тех актёров, которые играли от души. Ммм, блин, я сам не понял, чего я сейчас сказал, но думаю, смысл понятен. Единственный плюс так это неплохо покривлялся Павел Воля. А у Владимира Зеленского будет получаться лучше отсасывать у мужиков в переходе, чем быть актёром. А служебный роман официально отриосянен. Формально непонятно, каким макаром этот фильм, ну а точнее мультфильм, возник в этом списке. Хотя бы даже из-за того, что его мало народу видело. Но если просто собраться с мыслями, отдышаться, и посмотреть хотя бы кусочек этого нечто, то поверьте, вы будете блевать каждый час изо дня в день. А, ой, сейчас, кстати, три часа, уже пора! Извините. Это просто неописуемое действие, это такой кулёк с поносом, что у меня даже возмущения не хватает. Это мир, где тараканы больше пингвинов. Это мир, где на котов выливается доза радиации. Это мир, где главный герой таракан, одетый в гопников. Это мир... Нет, я больше не могу, извините. Я не могу говорить о нём адекватно. Здесь на секундочку просто нет сюжета. И здесь главная мысль тараканов за весь фильм, это то, что театр это как кинотеатр, только без экрана и хуже. Гениально. И, наконец, это мультфильм, где тараканам продают билеты в театр. За равноправие! Я чисто физически не могу больше вразумительного что-либо сказать об этом мульте. Я уже даже запинаюсь. Лучше просто его увидеть, хотя нет. Лучше вообще забудьте о том, что я сейчас сказал, и даже не прикасайтесь к этому мульту, иначе рак мозга вам обеспечен. Я всё сказал. Фух, всё покончено, я больше не могу смотреть на эти кадры, а то... А вот теперь пора. Утомлённый Солнцем 2, Цитадель, режиссёр Никита Михалков, мать его. О, Никитка, давно не виделись. Не так уж много времени прошло с нашей последней встречи, а тут опять ты нарисовался. Как бы ты знал, как я по тебе не соскучился. Но если серьёзно, то да, стоит признать, что Цитадель немного получше предстояния, хотя даже из-за того, что этот фильм не идёт сраные три часа. И как ни крути, но всё же здесь появилась нормальная сюжетная лидия, а не набор идиотских краткометражек. Но в любом случае, на выходе получилась всё такая же унылая какашка, почти не имеющая ничего общего с оригиналом 1994 года. Своистину просто кретинским финальным твистом и долбанутым на всю голову финалом. А про клюкву я вообще молчу. Гимн сталинизма увиден невооружённым взглядом, из-за чего складывается ощущение, что Михалков каждую ночь перед сном фапает на фотку Сталина. А вообще, Никитка, давай по-хорошему. Мы можем все скинуться и купить тебе машину времени, чтобы ты вернулся на лет 13 назад и снова радовал нас хорошими фильмами. Ну ты же можешь, ёп. Но сейчас тебе уже всё это дерьмо поглотило окончательно, и мы будем дальше его глотать. Надеюсь, тебе на Оскаре нормальных подзатыльников лучше надают. Зелёный фонарь. Режиссёр. Ой, б***ь, я режиссёр забыл. Как уже начинает надоедать фильмы по комиксам. Но однако в большинстве случаев создатели относятся к экранизациям весьма бережливо. И крупных провалов я не помню, за исключением... Да-да, именно этого человечка. Не, ну а если подумать, то что можно ожидать от фильма с таким дурацким прозвищем для супергероя. Да и трейлеры, надеюсь, не вселяли, но получилось двойное унылое оно. Такое ощущение, что студии Asylum просто сильно раздули бюджет. Они сняли такой же трешак, но только дорогостоящий. Рейнольдс в роли фонаря просто отвратительен. Спецэффекты ужасно прорисованы и просто смехотворны, особенно при бюджете в 200 миллионов долларов. Ну а инопланетяне и главный гад заставляют только делать фейспалм о каждой минуте. Я не знаю, может это задумывалось изначально как стёп на такими крупными проектами DC Comics, как Batman или там Superman. Но когда я вижу в мега-блокбастере, как на местных горожан опускается волна поноса, в прямом смысле, то... Эх, да, и при таком-то бюджете фильм собрал просто смехотворную сумму, еле-еле окупившую бюджет. Но продюсеры упорные болваны уже анонсировали продолжение. Браво! Ну и 39 баллов на Метакритике, 27 на томатах подтверждают мои слова. Во тьме ночной, при свете дня. Челюсти 3D. Режиссёр? Да пошли в жопу эти режиссёры. Нет, это не ремейк и не продолжение оригинального фильма Стивена Спилберга. Кстати, о переводе фильмов. Чувак, переводящий фильм, если ты меня слышишь, то представь себе, что вот это вот ты, а вот это вот я, а потом вот... Ну да похрен. Вернёмся к нашим акулам. Чего мы ждём от фильма вот с таким вот постером? Конечно же, куча мяса, крови, кишков и куча мясных сисек. Короче, этакий аналог пираний 3D. А теперь прикиньте, что всё, ради чего народ повалил на этот фильм, здесь этого нет. Обидно? Конечно, обидно. Ведь так оно и есть. У фильма рейтинг PG-13, из-за чего элементарно допетрить, что все эти убийства были показаны издалека, или просто пару бульков из воды выскакивало. Никакой крови, никаких сисек, ничего. Это просто бесполезная пустышка с отвратительными и невыразительными актёрами и тупыми, как участники каникулы в Мексике, персонажами. С как бы 3D, от которого на самом деле нет и в помине. И вообще, всё так цензурить мне не нравится, это такая перспектива. Ура! К*** нашёлся! Сама нашла, х***! И те, кто ещё не видел эту отрыжку, то и не надо её смотреть, лишь полтонна нервов потратите. Да и 22 балла, и 100 на Метакритик, и 16 на Рутен Томатес это только подтверждают. Беременный! Режиссёр, ну кто бы подумал, Сарик Андреасян. Думаю, в скором времени в кинематографическом сленге придётся... А, стоп, я это уже говорил. Но в принципе, не у меня одного привычка повторяться, правда, Сарик? Ага, вот сидит рядом со мной и кивает, ааа, хитрец. Но если углубиться в историю, то фильм Джуниор со Шварценеггером и Дэнни Дэвидой нельзя было назвать лучшей комедии эпохи. Это было просто милое кино, и не более того. Но на фоне свежевысранного беременного Джуниор просто шедевр. Конечно, фильм не на 100% копирует тот фильм, но на 75-80 это точно. Я полностью уверен в том, что все шутки здесь писали Петросян на пару с Дубовицкой. На всех актёров просто жалко смотреть, а в случае с Дюжевым хочется просто ему ботинком в пузо шарахнуть со всей силы, и чтобы он своего ребёнка через рот высрал на 15-й минуте фильма, и всё, хэппи-энд. Эх, какой же я добряк. А народу что? Народ срать на всё хотел и принесли этому мутанту просто бешеную по нашим меркам кассу. Браво, господа, так держать. Не забудьте сгонять на грядущего Карлсона от того же Сарика, чтобы все были счастливы. Козлы. Ах да, и Джуниор официально отрясянин. Осянин. Огонь. Режиссёр Стейлера Джон Сингл Голтон. Наверное, самый бестолковый боевик года. Здесь вся боевиковость сводится парой выстрелов по кату Лотнера по стеклянной крыше и небольшой взрывчик. Красота. Что же ещё происходит в этом фильме? Ты должен спасти всех и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Причём это самое бла-бла-бла-бла-бла настолько тугое и тупое, что особенно в лице Тейлора Лотнера, которому явно не хватает нескольких мимических мышц на лице, потому что он почему-то мне напоминает человека из каменного века, который на секундочку получил 7,5 миллионов долларов за эту роль. КОПЕЛЬКИ Сюжет, ясное дело, бестолковый, а концовка... Хе, да, чтобы там все фильмы заканчивались. Хе, кончались. Хе-хе-хе-хе. И сразу возникает вполне логичный вопрос. Как в этом трэше для подростков оказались такие актёры, как Микаэль Нюквист, Альфред Малина, Сигурни Уивер и многие другие актёры? Мне просто их жалко, если честно. Короче, как и в случае с Красной Шапкой, назовём погоню боевиком для девочек, уже прокачанных сумерками. Ну и то, что этот фильм говно, подтверждает 25 баллов на Метакритик и на секундочку 4 балла из 100 на автоматах. Мушкетёр и режиссёр Пол Угэ Андерсон. Да, Александру Дюма везёт на, скажем так, специфические экранизации. Даже стоит взглянуть на это кинцо, чтобы это понять. Ну, конечно, по сравнению с таким шедевром, как Возвращение мушкетёров, эта версия чуть-чуть получше. Но только чуть-чуть, ибо на выходе получилось чёрти что, и сбоку бантик. Голая миледи, прыгающая практически по крышам и владеющая дзюдо. Дирижаблик, который каким-то образом умеет стоять в застывшей воздухе. Чудо техники. Сюжет написанный шестиклассником и срежиссированный, ну скажем так, помягче, не самым гениальным режиссёром на планете. Но когда я впервые увидел Д'Артаньяна, то мне показалось, что его играет девушка. Но спустя трёх часов рассмотрения вблизи этих фотографий Д'Артаньяна, я понял суровую правду. Создатели открыто заявляют, что хотели тупо скопировать стиль из Пиратов Карибского моря. Ну и по сути у них это и получилось. Это чистая копирка, причём очень сухая и бездушная. Кстати, сценарист говорил, что если фильм соберёт хотя бы 200 миллионов долларов, то они снимут продолжение уже с инопланетянами. Но справедливости есть, а они не собрали. Печаль. Ну а по баллам мушкетёры собрали 35 на Метакритик и 24 на Томатах. Такие пироги. Сумерки. Сага. Рассвет. Часть первая. Режиссёр Билл Кандон. Он, кстати, голубой. И вот я таки встретился с основным корнем зла. Если серьёзно, то я не прямолинейный хейтер сумерек. Я ко всему стараюсь относиться толерантно и одинаково. За равноправие! И мало того, по моему мнению, первая часть весьма неплоха. В мягком смысле слова. Но в дальнейшем идёт тупо... Идёт тупо. Как собственные книги, а про фильмы я вообще молчу. Говорить в сотый раз о странных вампирах-вегетарианцах, гламурденько бликующих на солнце, я не хочу. Что касается этой части, то Эдвард таки за столько сотен лет наконец-то стал мужиком. Пудра на его лице стала ещё белее, рот Беллы всё больше открыт, а первую половину фильма можно смело использовать как снотворное. А кстати, ещё об этой сцене. Если на секунду включить мозги, то вампир это по сути мертвичина, бескровное холодное существо. И каким образом у них там всё это... Ну это самое... Блин, господи, да где я ищу здравый смысл? Но надеюсь, что она родила Блейда, он вырастет и всех их замочит. Ну, вторую уж часть я буду встречать с шампанским. Это, ну точнее, если серьёзно, то просто обидно. Если сейчас сказать слово вампир, то на ум приходят не эти пацаны, а вот эти вот душечки. Ну а рейтикус умерков весьма ожидаем. 45 на метакритиках и 28 на томатах. Ну что ж, наконец-то с этим кульком с говном покончено. Позорно, понимаете, стыдоба какая-то просто. Надеюсь, что многие со мной согласятся, ну разве что... Ну ничего, я уже обставил свой дом 30-метровым чугунным забором, состоящий из проволок, так что мне ничего ни почём. Пишите, какая для вас самая вонючая какашка в этом году, ну а теперь, думаю, стоит выбрать главного говнюка года. Ну в смысле киношного говнюка. И в этой номинации представлены... Никита Сергеевич Михалков, Сарик Ашотович Андреасян и... Блин, кого бы ещё? Ну да пофиг, всё равно звание главного говнюка получает Сарик Андреасян. Эм, прости, Никитка, хрен тебе не награда. Ну а вот на этом дерьме пока что всё. Ииии, всем пока!